Четыре года назад они пришли на первый курс неопытными школьниками и все для них было новым и неизвестным. И вот теперь за спиной у этих ребят долгие годы обучения, сессии, зачеты, практика, бессонные ночи. И наконец настал один из самых важных моментов в жизни человека – вручение диплома о высшем образовании. Пришла пора прощаться с оставшими уже родными стенами университета. Воспоминаний на самом деле много, мы с группой были очень дружные, много веселились как в универе, так и вне универа. И по учебе тоже было хорошо. Преподаватели все очень хорошие. Институт вообще хороший, все нравится. Жалко, конечно, что закончил, но я в магистратуру еще поступаю, так что… То есть ты не прощаешься? Не, конечно. Целому ряду студентов помимо диплома вручили также благодарственные письма от министра образования и президента Всероссийского союза ректоров за активное участие в студенческой жизни и общественной жизни нашей страны. И это не случайно, ведь университет с каждым годом развивается как в бытовом плане, так и в учебном процессе. Мы вместе с нашим профессорским преподавательским составом намечаем пути развития университета с сохранением традиций, но с инновациями. Естественно, в тех направлениях, которые сегодня нужны для страны. Поэтому у нас на вручениях присутствуют и представители работодателей, и руководство нашего района. Ну, в общем, все те люди, которые заинтересованы в приходе молодых, свежих сил в экономику страны. Кжельский университет с каждым годом становится лучше. Уже в августе открывается еще одно общежитие, и все больше зарубежных студентов выбирают именно этот вуз. В последнее время Кжельский государственный университет все более становится известным как международный центр подготовки художников-керамистов. И у нас уже на сегодняшний день обучается 280 студентов на 17 стран мира. В этом году из колледжа на базе университета выпускается около 40 студентов-иностранцев. В связи с этим было решено заложить аллею дружбы, как символ сплочения всех национальностей. И думается, эти деревья будут радовать еще не одно поколение студентов. Руслан Полянин, Новости из Кровект.